Музыка В феврале 2016 года в моем блоге была публикация о том, что Минздрав России интересуется отзывами пациента в социальных сетях. И на их основе инициируют внеплановые проверки. Минздрав на этом не ограничился. Пошел дальше в социальные сети. И в ВКонтакте появилась открытая группа, которая называется «Послушайте доктора». В данной группе есть возможность населению части регионов РФ подготовить и опубликовать видеообращения в отношении доступности к качеству медицинской помощи и того сервиса, который ей сопутствует. Обращаю ваше внимание, что нужно соблюсти определенные формальности, которые изложены здесь же. Изучите их. Иначе их невыполнение приведет к тому, что ваше видеообращение просто, образно говоря, забанит. Мне же представляется, что в этой группе есть более интересная тема. Минздрав предоставляет возможность поделиться мнением о действующем здравоохранении. И я этим правом воспользовался. Высказал свою точку зрения о том, что новое лицензионное требование, введенное постановлением правительства 291 в части наличия руководителя медицинской организации сертификации специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью, целям лицензирования, повышения качества и безопасности медицинской деятельности, ну не служат. Итоговые коллеги Росздравнадзора, проверки, прокуратуры говорят о том, что нарушений в сфере охраны здоровья масса. Значит, сертификат специалиста какой-либо роли в уменьшении этих нарушений не играет. Правда, за его получение руководителям медицинских организаций нужно было отдать круглую сумму в разных регионах по-разному. Мне представляется, что вот это лицензионное требование было вызвано не аналитической работой, что обладатели сертификатов обеспечат лучшие показатели качества безопасности медицинской деятельности, а лоббированием интересов, ну возможно, чиновников Минздрава и некоторых продвинутых ректоров медицинских вузов, потому что оплата за обучение шла в карман медицинских вузов. Что еще я считаю важным, исходя из знакомства с этой группой? А что дальше? Я высказал свое мнение и что? Цель этой площадки дать возможность инициативным гражданам выпустить пар или все же получить какой-то конструктив для дальнейших изменений в сфере охраны здоровья. Да, это не прямая линия с президентом, где мне представляется, что все обращения граждан каким-то образом анализируются. Но, может быть, и те мнения, которые будут опубликованы, все-таки до верхушки Минздрава России дойдут и приведут к каким-то изменениям. Мой жизненный опыт говорит, что, скорее всего, эта площадка, ну, возможность выпустить пар. Но оставшаяся у меня наивность, она есть, продолжается. Дает мне некоторые надежды, что все-таки конструктивные мнения Минздрава России будут приняты, ну, если не сегодня, то, может быть, завтра, послезавтра, во внимание. Резуме. Возможности площадки нужно использовать как гражданам в отношении оценки качества медицинского обслуживания, так и работникам здравоохранения, может быть, чиновникам от здравоохранения, хотя я в этом сомневаюсь, чтобы они открыто свою точку зрения выражали. Ну, и самим же, конечно, пациентам предлагаю активно эту площадку использовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!